всем привет дорогие друзья вы прекрасно знаете что я состою в сложных отношениях с продукции samsung что-то я критикую что-то хвалю и наверное как во всех отношениях у нас с ними черные и белые полосы вот так вот чередуются недавно была черная полоса samsung galaxy s20 fe я его критиковал потенциал огромный у телефона но что-то пошло не так у нас есть видео на канале о нем будет еще одно видео я жду galaxy s20 fe на snapdragon чтобы финализировать свое мнение об этом устройстве на xynos и на snap и посмотреть что у них общего какие отличия ждите друзья такой материал будет и подписывайтесь на канал если еще не подписаны чтобы не пропустить и настало время белой полосы samsung galaxy m51 вот такой вот беленький телефон символизирует значит положительный обзор в целом будет да я буду по большей части его хвалить пристегивайтесь друзья и поехали ну буду хвалить короче подожди а значит ли это что следующее у нас видео если будет по s20 fe опять черная полоса палит м-серия это интернет линейка у самсунга ориентированная на онлайн продажи и именно поэтому многих представителей м было сложно выловить в рознице вроде есть в интернет магазинах а в рознице и не пощупаешь но ситуация вроде бы меняется все больше и больше они появляются в магазинах можно прийти потрогать понять что почему вообще м-ки это такие прокаченные ашки если ашки они такие более имиджевые можно сказать более приятной в руке то м-ки это такие работяшки у них экран побольше у них батарейки круче как правило да выглядит попроще но для работы самое то вот что такое м-серия кстати где я его купил купил я его на тимоле тимул это российское направление алиэкспресс склады в россии официальная гарантия по россии доставка очень быстро все идет до заказал по интернету получил и все хорошо хотя изначально я хотел его взять в официальную рознице samsung пришел в магазин у нас он один единственный в городе в томске и говорю есть м51 прикольная моделька а мне говорят у нас м-серия не представлена я такой чё почему не представлена очень странно серия популярная ну вот так сказали мы почему-то не возим странно действительно потому что м-серия на мой взгляд она как-то незаслуженно обходится модельки прикольные но внимание и мало почему-то и давайте это менять samsung м51 а какой цене собственно речи то 29 тысяч 990 это официальная розничная стоимость без учета акций скидок которые наверняка пойдут как и на а71 свое время они же типа одноклассники дает телефону примерно одного уровня но м51 это как мы сказали ранее работяга да с большой батарейкой какой именно скоро узнаете продается в двух цветах вот в таком белом и в черном выбрал белые цветовые решения потому что но корпус из пластика и не люблю я черные пластиковые корпуса там срапины отпечатки все это будет видно а здесь все скрывается очень удачно и так как здесь большая батарея я считаю что применение пластика обосновано в данном случае так как он ну не ощущается сильно тяжелым и это на мой взгляд хорошо сам производитель выделяет у телефона три основные фишки первая фишка это его дисплей он с вырезом в виде отверстия характеристики вот пожалуйста full hd плюс 6 и 7 дюйма частота 60 герц touch 120 герц но это не игрофон поэтому такие характеристики вполне себе есть аля фобка цветопередача очень приятная вообще дисплей напоминает мне то что я видел у а71 а это значит что дисплей здесь очень хороший а еще у него коэффициент пульсации то есть шим не так бьет по глазам как например у флагманской серии с 20 до здесь нет 10 димминга или какого-то аналога но на большей части ползунка яркости не будет вызывать дискомфорт у большинства пользователей но если вы все же чувствительны к этому моменту то выбирайте не amoled а и ps или amoled где есть опция 10 димминга это значит не samsung вот так вот но ситуация здесь нормальная на самом деле шимом видали похуже вторая фишка м51 по версии samsung это его камеры 4 сзади 1 спереди и суммарно здесь очень много мегапикселей фронталка 32 мегапикселя вот так она снимает и на мой взгляд снимать она не так хорошо как основная камера которую скоро увидите не сэлфи делать можно и в одного и групповой сэлфи тоже можно делать но не вал основная камера 64 мегапикселя причем сенсор от sony amx 682 самсунг а ты что-то соневский сенсор взяла своим не доверяешь что ли и кстати кому интересно amx 682 отличается от amx 686 только видеосъемкой 4к 30 fps против 4к 60 fps вот и вся разница между ними ну а перед вами примеры с основной камеры кстати идут на мой взгляд неплохие примеры ночью конечно ну не вау но днем вполне себе нормально ну то есть это примерно тот уровень фотографий который я рассчитывал бы получить приобретая смартфон до тридцатки хочешь больше бери флагман и вот так все просто ну либо поставить сюда наверно можно google камеру я думаю можно здесь же snap ширик 12 мегапикселей без автофокуса то есть макро сюжеты отрабатывать не сможет ну а сюжета где нужен широкий угол отрабатывать может и что мне понравилось в m51 цветопередача не сильно меняется при переключении с основного модуля на ширик третья камера 5 мегапикселей макро samsung не удержалась от того чтобы поставить сюда полуполезный модуль и вот он здесь есть автофокуса нет объекта можно снимать со расстояния 35 сантиметров ну да снимает вблизи а так многие сюжеты можно в принципе снять и на основную камеру а потом укропнуть и результат на самом деле будет ну не хуже чем с отдельного 5 мегапиксельного макро модуля не понимаю зачем ставит отдельные макро модули ну и последняя четвертая камера сзади это 5 мегапиксельный модуль для боке он настолько полезен что даже примера делать с него не буду у меня знаете бойкот такой производителем которые ставят модули для боке я просто на эти модули ничего не снимаю пример не показываю вот такая вот у меня позиция друзья ставьте лайк если придерживайтесь ее же для многих конкурентом samsung galaxy m51 станет xia mi redmi note 9 pro там тоже большая батарея но конечно не такая большая как у м51 но тем не менее многие наверное будут их рассматривать и я наскорую руку бахнул несколько сравнений по камере и так это основная камера пыль для антуража обратите внимание что и со у redmi к в четыре раза больше чем у самсунга и фотка с redmi к лично мне здесь не очень заходит потому что такое ощущение что она нарисована нейросетью посмотрите на это у самсунга тоже шумы но картинка в целом так как-то поприятнее получается и динамический диапазон если смотреть на этот капюшон этого лего человечка все же у самсунга поприятнее ну да здесь за самсунгом фотка далее уличный пример на основную камеру динамический диапазон если мы смотрим на небо шире у самсунга если мы приближаем то по цветам кажется самсунг выигрывает по насыщенности как то поприятнее в целом фотка по цветам смотрится ну а дальше детализация здесь вообще вот смотрим на крыши смотрим на асфальт у сяоми просто отсутствует лужи например куда-то делись куда-то делась текстура с крыш а вот сюда взгляните у него и ветки пропали redmi где ветки вообще на деревьях непонятно и где узор на заборе на зеленом какой-то трэш да сяоми вообще в стоке чуть не может у redmi ков ширик динамический диапазон опять за самсунгом все в автоматическом режиме снимал hdr авто был активен у сяоми но тем не менее что-то не смог он вот здесь в углу вообще что-то творится невообразимое у сяоми что это такое и даже не сяоми хочется назвать тебя ксиоми ксиоми что это вообще за безобразие здесь произошло я не знаю как можно снять с одной и той же точки вроде бы телефон одноклассник ну по позиционированию но это какой-то трэш угар и возможно даже немножко садами и последняя фоточка здесь я могу похвалить redmi да здесь он нормально сделал когда уже знаете на куклу прям направил свет прям в лицо и и тогда сяоми смог цвета в детализацию приятная фотка получился но вот 9 pro самсунга тоже весьма такая ничем по цветам кто ближе ну что-то среднее наверное должно быть потому что волосы не такие светлые у куклы и не такие темные где-то истинно посередине в этом сюжете должна быть пример видео samsung galaxy m 51 переключаться между модулями основной и ультраширокугольный нельзя по ходу съемки и в 4k и full hd то же самое нужно выбирать заранее я активировал опцию стабилизации изображения и вот таким образом она стабилизирует картинку я вижу что двоение происходит картинка немного плавает возможно нужно ее отключить отключил стабилизацию сейчас компенсации отрядки отсутствует ну я не знаю как лучше так или так решайте наверное для себя да так сейчас еще ширик попробуем как он смотрится и автофокус хочу автофокус проверить сначала так вблизи серединке вдаль серединка вблизи неплохо неплохо и да да кстати мне нравится я думаю без стаба кстати лучше все же писать картинка хоть и трясется но как это более естественная и угол скорее всего не обрезается из-за того что там электронный стаб а вот ширик с той же самой точке вжух угол хороший блин у самсунга мне нравится что ширик это реально ширик то есть угол такой что мама не говори уах как надо прям ну и да да опять же мне нравится ширик у m51 без автофокуса поэтому вблизи отработать ну ничего не получится ведь он не фокусируется в целом ок ок оригинал фото и видео по ссылке в описании и третья фишка телефона это его батарея кто знает ее емкость пожалуйста не подсказывать никому пусть для них будет сюрпризом как вы думаете сколько здесь батарейка телефон в руке лежит очень хорошо по ощущениям знаете корпус не хуже чем у сяоми редми ноут 9 pro и вообще очень похож смотрите на samsung galaxy s 20 ф е где 4500 миллиампер час когда я его распаковал и взял в руку я не знал его спецификации полная держу в руке и думаю блин какой он прикольный то какой довольно таки тонкий и удобный для батареи 6000 миллиампер час а потом смотри спецификации а там 7000 миллиампер час вот здесь вот 7000 батарейка это что-то с чем-то я знаете человек старый я еще помню китайские долгожители вот эти кирпичи знаете которыми можно было реально бить людей которые чем-то провинились вот и вот это вот по сравнению с теми кирпичами с хайскрин буст там окетил по моему долгожители делали блоки у всякие это настоящее произведение искусства 7000 удалось заключить во вполне себе эргономичный корпус и за это samsung уважение емкость аккумулятора это не единственное что меня удивило в galaxy m51 кстати комплект сейчас перед вами вот это все входит в него но обычный такой самсунговский комплект без чехла без гарнитуры но привыкли мы к этому же чё уж там зарядка однако 25 ваттная и я напомню что galaxy s20 fe в комплекте зарядка идет на 15 ватт вот так его не уважили у а71 кстати тоже 25 ватт на что-то вообще какой-то изгой даже поверься наверное самсунга сэкономили короче на всем там так вот как вы думаете за сколько батарейка на 7000 миллиампер час заряжается от комплектного 25 ваттного блока за два часа за два с половиной часа я вот даю ответ 111 минут это лично мои замеры я считаю что это довольно таки быстро для такой батареи недавно у нас на обзоре был sony xperia 1 mark 2 так он со своей 4000 миллиампер час заряжался примерно за два часа то есть 4000 7000 sony ты чё-то не то делаешь реально а самсунг ну не знаю респект чего ж там еще этого телефона есть функция power share то есть он может выступать таким power банком как это выглядит да вот так просто подключаете два устройства через кабель и m51 как донор начинает отдавать заряд насколько это эффективно ну смотрите у m51 было 94 процента заряда у s20 fe было 28 процентов заряда через полчаса у m51 осталось 89 процентов у s20 fe стало 33 процента заряда еще через полчаса здесь осталось 84 процента заряда а здесь стало 38 процентов заряда простая математика говорит что m51 потерял за час 10 процентов заряда а s20 fe приобрел за этот же самый час 10 процентов заряда но при этом здесь 7000 батарея здесь 4500 так что потери все же где-то есть и рассматривать такую подзарядку можно ну, на какой-то экстренный случай. Когда у тебя нет пауэрбанка, когда нет розетки, а оставаться на связи нужно. И да, это пригодится вполне себе рабочая тема. И главный вопрос, наверное, который вас интересует, как он разряжается? 7000 мАч фейковый или настоящий? Как долго он работает? Один день, смотрите, начался он ну, с 12 часов. У Самсунга вот такие графики интересные. В начале суток у него было примерно 55% заряда. К концу дня он выдал мне 8 часов 20 минут экрана. 8 часов 20 минут экрана с 55% заряда, не со 100%. То есть мы можем смело говорить о том, что при такой нагрузке это видео, это игры, это троттлинг-тест, это просто тыканье телефона, он способен выдать ну, минимум часов 12-13. Это очень круто. А второй тест на разряд получился не очень осознанным. Я поставил игру Mobile Legends Bang Bang. И там, когда ты запускаешь ее в первый раз, необходимо закачать ресурсы. И я хотел спать, думаю, блин, оставлю-ка этот телефон. Ну, типа на ночь. Он там докачает все файлы, наверное, потом потухнет. Ну, думаю, с утра посмотрю, что там получилось. Просыпаюсь я, захожу в комнату, а он все еще работает. Mobile Legends Bang Bang. Все еще запущено на нем. То есть все ресурсы скачались. И игра все это время, всю ночь, она работала. И в итоге у меня получилось, что ну, главный экран Mobile Legends Bang Bang. И время работы составило 10 с лишним часов. И при этом он не разрядился до конца. Это шок. Натуральный шок, друзья. Этот телефон я смело могу назвать самым долгоработающим в российской рознице от известного бренда. Ничего более долгоработающего вы просто не найдете ни от каких-то малоизвестных китайцев. Это король автономности. M51. 7000 мАч. Настоящие. Эффективные. Ну и в целом я почитал отзывы людей. У них получается там 13, 14, 15, 17 часов экрана. Да. Автономка это не проблема. Вообще ни разу M51. Если вам нужен телефон, на который можно смело положиться в плане времени работы, то M51 для вас. Про железо давайте поговорим. Оперативной памяти здесь 6 гигабайт. Постоянной памяти 128 гигабайт. Плюс microSD, конечно же. Чипсет здесь Snapdragon 730. Это хорошая новость. Плохая новость. Требуется отключение игровых сервисов Samsung. Без отключения игровых сервисов этот 730 в реализации Samsung ведет себя не очень хорошо. Ну да, есть какое-то такое свойство у программистов Samsung портить то, что хорошо должно быть. Мы это проходили, друзья. Есть видео на канале, как игровые сервисы отключить. Ссылка будет в описании. Перед тем, как посмотрим на игры, на бенчмарке, давайте повзаимодействуем с интерфейсом. Вот так вот взаимодействуем. Ну и что хочу сказать. Для 60 Гц Вроде нормально. Обычное поведение такое неплохое, да, нормальное. Штурка опускается, вжух и готово. Да, нормально, нормально. Чё, браузер давайте вот ткнем, Яндекс. Ну, обычное поведение, короче, для такого класса. Плеймаркет. Давайте зайдем. Вот так он загрузился. Прокрутили, подгрузилось, стало лучше. Snapdragon 730. Это, конечно, не флагманский чипсет, это чипсет среднего уровня. Встречался он нам много где, в том же A71. 730G, тоже примерно того же уровня, и 720G, тоже примерно того же всё уровня. И да, середняковый чипсет, и вы прекрасно, наверное, знаете, как они справляются с разными задачами. Итак, бенчмарки. Смотрите, друзья, это троттлинг-тест вычислительных ядер. Игровые сервисы здесь работают. А это тот же самый троттлинг-тест без игровых сервисов. Я их отключил. Ситуация, в общем-то, очень похожа, если смотреть на цифры. Минимальное значение, максимальное и среднее. Немножко отличается вот здесь, вот в серединной области график. Здесь жёлтенький, здесь зелёненький. Но, на самом деле, преимущество небольшое. Почему так? А я думаю, потому что игровые сервисы, они не задействованы в тестах. И сейчас продемонстрирую, почему я так думаю. А это троттлинг-тест графических ядер. Падение есть до 1300 фреймов с 1600. Я так вспоминаю, что Xiaomi, вот Vivo с 730, 720, с напами, они такого себе не позволяют. То есть, троттлинг у этого Samsung он выше, чем у братьев-китайцев. Но всё равно 1300 это, ну, приемлемое такое значение. Но троттлинг всё равно есть. И да, под нагрузкой яркость снижается. С этим ничего не поделаешь. И когда я буду показывать игру далее, Call of Duty Mobile, вы видите там, что яркость, она, ну, какая-то такая потухшая. Ну, я объяснил почему. Троттлинг греется, это Samsung. Неважно, Xenus или Snapdragon, такая вот политика у них. Теперь покажу, почему я считаю, что в тестах не задействована знаменитая корейская игровая оптимизация. Ну, запускаем троттлинг-тест, и наверху никаких плашек нет про оптимизацию. В то же время запускаем игру, ну, пусть Genshin, например, и сразу же возникает уведомление о геймбустере. В тестах такого нет, а в играх есть. Так что не надо ориентироваться на синтетические тесты, пытаясь понять, что же все-таки меняет игровая оптимизация. В тестах она не задействована. Вот видите, я не отключил еще. А как отключить? Вот, вот, вот. Это все отключайте. Инструкция на видео есть, ссылка в описании. Дабы наглядно показать, что дает отключение игровых сервисов на Samsung Galaxy M51, я поиграл на этом телефоне с игровыми сервисами и без игровых сервисов в игре Call of Duty Mobile. Наверху геймплей с игровыми сервисами, когда я ничего не отключил. Внизу геймплей с отключенными игровыми сервисами. FPS чуть-чуть выше с отключенными сервисами. Это все понятно по счетчику. Но что может быть не очень понятно, так это отзывчивость. Друзья, поверьте мне, управление с отключенными игровыми сервисами становится гораздо более отзывчивым и резким. С игровыми сервисами ты просто бегаешь как будто бы в молоке. У тебя не очень чувствительный тач, не слишком предсказуемый. Но когда ты отключаешь игровые сервисы, то он начинает следовать практически идеально за пальцем. И FPS лучше, и управление лучше. Это прям нужно прочувствовать. Так что если у вас какой-то середняк, бюджетка, флагман Samsung, отключайте игровые сервисы и заново погружайтесь в игровой процесс. Вот с такими настройками я сейчас играл, и они высоковаты для Snapdragon 730, потому что там и 45 FPS было, и 40 FPS было. И это конечно не круто. Поэтому давайте снизим графические настройки вот до такого уровня и еще раз поиграем с отключенными игровыми сервисами. Вот это я понимаю, это стало хорошо, управление отзывчивое, FPS высокий, да, такие настройки по зубам M51. При этом я не скажу, что графика как-то вот на глаз стала значительно визуально хуже. Для этого телефона вот эти графические настройки при условии отключения игровых сервисов они подходят. Никакого дискомфорта абсолютно, смотрите, затащил до ядерки. Да, нормально можно играть. Мы можем говорить о том, что если игра хорошо оптимизирована, мы выключили вручную игровые сервисы, будь они неладны. На Samsung Galaxy M51 вполне можно играть даже в такие вот не самые слабые проекты. Но если речь заходит о Genshin Impact, то она здесь ставит на колени, просто берет и ставит, унижает. и даже с минимальными настройками выше 30 фпс получить сложно. И даже с такими графическими настройками ну обычно там просадки случаются. Да, проект очень тяжелый. Мы видели это и на Vivo V20, который базируется на Snapdragon 720G и даже, кстати, вот Huawei Mate 40 Pro с новым Kirin 9000 он там затротлил и понизил яркость. Вот такая вот Genshin Impact. Ну а игры попроще будут идти нормально. Ну я думаю и так все понятно. Ну а теперь вкратце о том, о чем мы еще не сказали в этом ролике. Динамик здесь моно. Звучание у него среднее. То же самое касается разговорного динамика. Обычное звучание для этого класса. Хотя стерео пора бы уже выводить. У Samsung одно из лучших стерео во флагмана. Ну и ждем, когда это в средний сегмент придет. А это должно случиться рано или поздно. Может быть в следующем году. Лоток. Он здесь тройной. Можно вставить сразу 3. 2 сим-карта плюс карту памяти. Это хорошо. Внизу аудиоразъем 3,5 миллиметра присутствует замечательно. USB-C конечно же. И что самое интересное сканер отпечатка пальца находится сбоку. Здесь AMOLED дисплей но дактилоскоп не подэкранный а сбоку. И это хорошо потому что Samsung славится не очень хорошей реализацией дактилоскопов в среднебюджетном сегменте. И у бюджеток тоже. И к сожалению у S20FE тоже с дактилоскопом что-то не так подэкраном. И вообще с ним много что не так. Или ждите второе видео где сна по ксимус мы сравним. Да дактилоскоп сбоку хорошо но плохо что качелька громкости находится высоковато и нужно перехватывать. Телефон все же не маленький и это наверное единственное что можно вот так вот покритиковать в плане эргономики учитывая его батарейку на 7000 мАч. Ну и конечно же здесь есть NFC можно оплачивать покупки бесконтактным методом через Samsung Pay или Google Pay. Выводы давайте сделаем друзья Samsung Galaxy M51 я считаю что это очень удачный продукт если вам нужен смартфон с хорошей автономностью то ничего лучше в российской рознице от известного бренда с хорошей поддержкой с приятной оболочкой вы не найдете. Но в то же время я считаю что 30 тысяч рублей за него несколько дороговато. В его основе лежит A71 и он по акциям был несколько раз дешевле 25 тысяч рублей. И я думаю что M51 тоже будет по акциям стоить очень приятно. И мы обязательно об этом напишем в нашей телеграм-группе скидки и акции. Вот там мы собирали интересное предложение по A71 и наверняка к 11.11 будет что-то годное по M51 вступайте туда и не упустите возможность приобрести этот телефон по интересной цене. Но если вам не нужна выдающаяся автономность достаточно самой обычной то и смысла M51 приобретать наверное нет. Можно взять телефон поудобнее чтобы в руке лежал гораздо дешевле и со схожими характеристиками. Вот такой вот M51. Вообще знаете конец года близится я выделил для себя несколько удачных моделей Samsung которые я могу смело порекомендовать к покупке. Это M51 это A71 это Samsung Galaxy Note 20 Ultra и даже на Exynos при условии отключения игровых сервисов и Samsung Galaxy Z Fold 2. Телефон прикольный я прям в восторге от того что он дает это просто новый какой-то опыт я им пользуюсь активно и материал мы готовим. но он настолько необычный что быстро обзор по нему сделать просто невозможно нужно проникнуться именно концепции Z Fold 2. Материал будет друзья ждите обязательно сделаем. Ну а самыми очевидными конкурентами для M51 из стана китайцев выступают Xiaomi Redmi Note 9 Pro я думаю и Realme 6 Pro это довольно сильные соперники но автономность у них все же похуже и MIUI как бы вы ни кидали там в меня камнями я считаю что она не такая прикольная как One UI не говоря уже о Realme UI ну и вообще в этом сегменте китайские смартфоны как правило с IPS а я считаю что AMOLED даже 60 герцовый он лучше чем IPS даже там 90 герцовая ну такое мое мнение вообще мы сейчас посмотрели в DNS какие есть смартфоны с батарейками от 6000 мАч и предложений на самом деле не очень много это Rock Phone 3 это M51 M31S примерно в одно время с этим вот вышли куча китайцев там что-то дуги Blackview за небольшие деньги до десятки там за 13 тысяч примерно но все же если вы хотите телефон какой-то не играфон типа Rock Phone 3 а телефон которым реально приятно пользоваться чтобы он и выглядел прилично и доставлял удовольствие именно в повседневности то никаких альтернатив то и нет в нашей рознице вот так вот все просто друзья пишите свое мнение об этом телефоне в комментариях с вами был Евгений мобилтелефон.ру подписывайтесь на канал если еще не подписаны ставьте лайк если видос вам зашел и пока-пока а и колокольчик тоже поставьте чтобы получать оповещение вот так мобилтелефон Продолжение следует...